Где только не применяются современные технологии, молодые ученые из Гродно предлагают применять их в животноводстве. К тому же научные разработки Аспиратно-Гродненского аграрного университета в этой области признаны на самом высоком уровне. За весомый вклад в животноводство региона Кирилл Король является лауреатом специального фонда президента Республики Беларусь в нынешнем году. Как молодые ученые собираются улучшить качество молока и увеличить продуктивность коров, мы узнаем совсем скоро. Встречаем нашего гостя. Еще раз всем доброе утро. И сегодня у нас в студии молодой гродненский ученый, который успешно разрабатывает современные технологии для животноводства. Кирилл Король. Доброе утро, Кирилл. Доброе утро. Доброе утро. Рады, что вы к нам сегодня пришли. Взаимно. И главное, с такой фамилией. Королевский у нас прием, надеюсь, мы его смогли оказать. Не сомневаюсь. Рассказывайте о своем проекте. Насколько я знаю, что ваш проект признан на самом высоком уровне. Нам интересно, как вы решили прийти к тому, что разработали проект в сфере животноводства. Вы любите животных. Вы любите науку. Я расскажу немножко предыстории. Я с детства увлекался и любительским каким-то птицеводством, и просто биологией. И когда стал выбор профессии, он пал на затехни, на животноводство. Я пошел учиться в аграрный колледж. После его окончания уже тогда принял такое для себя решение, что хочу заниматься этим основательно, заниматься в научном плане. Поэтому и поступал в аграрный университет в Гродно, потому что самая сильная школа у нас имеется, научная именно. После окончания продолжил свою учебу. Но во время еще обучения в университете я долго определялся все-таки с направлением, каким буду заниматься. Ну, возникло такое вот предложение от моего теперешнего научного руководителя. Оно меня заинтересовало и тем, что оно сложное, и тем, что находится на стыке нескольких дисциплин и биологии, и технологии, и технических каких-то аспектов. Вот сложность и сам интерес решить эту задачу, и подтолкнули заняться именно этим направлением. Уже были на кафедре, на которой присутствуют какие-то наработки. Но я продолжил работать в этом плане, и получился очень интересный такой результат. Получился разработать алгоритм выбора параметров машинного доения, который мы внедряем, и действия, которые изучаем. То есть, другими словами, теперь корову, благодаря этим разработкам, могут давать чуть больше молока, чем они делали раньше. Чуть больше, главное, чуть быстрее. А что значит... Для коровы это как? Для коровы это означает, что с большим комфортом, с меньшим вредом для ее здоровья, с большим комфортом. То есть, это доение более соответствует ее физиологии, конечно. И она имеет больше свободного времени, чтобы ее быстрее подоили, и она пошла гулять. Ну, там не настолько много свободного времени, скорее просто время ограничено, поскольку действие гормонов молокоодачи, окситоцина, оно невелико, не более пяти минут, поэтому важно сократить его. Если мы успеваем это сделать за период действия этих гормонов, мы доение осуществляем физиологично, приятно для животного, без ущерба для здоровья. Главное, приятно для животного. Главное, приятно. А счастье животного это ключевой фактор в получении высоких именно. Да, как корова с улыбкой. Кирилл, скажите, вот колледж, университет, ну вот какие-то предпосылки к тому, чем вы занимаетесь теперь? Они были, может быть, с детства, может, вы ездили к бабушке в деревню, не знаю, там свинки, коровы. Да, может, вы жили в частном доме, и у вас было огромное хозяйство. Или вы очень долго ждали парного молочка и хотели, чтобы быстрее оно все-таки появлялось? Молоко я любил всегда, но сам я из города, молодечно. Животноводство, если можно так сказать, птицеводство любительское, меня зацепило еще с начальных классов. Но в школе был клуб орнитологический, мы занимались как дикими птицами, так и домашней птицей, голубеводством, в том числе куры, гуси, индюки. Это все как-то было, но клуб был более чем орнитологический, в принципе, все, кто любил как-то животных, интересовался этим, туда приходили. Он, конечно, очень много сыграл, плюс очень живой интерес у меня вызывала биология, поэтому занимался ей дополнительно. То есть один из самых любимых предметов в школе это именно биология? Конечно, и поэтому и выбор такой был сделан, поскольку как-то к медицине душа не лежала, я искал ту область, где я могу не просто развивать свои знания и способности в этой области, но еще и применять их действительно на благо и экономики страны, и с каким-то эффектом действительно материальным хотелось бы. И мы с Дашей знаем, что у вас это очень хорошо получилось, потому что вы стали лауреатом специального фонда президента Республики Беларусь. Да, да, была назначена стипензия президента для аспирантов. Она назначается каждый год. На этот год назначен 99 аспирантом со всей республики. По результатам именно обучения в аспирантуре, то есть тут оценивается именно наличие статей, каких-то публикаций, внедрения в производство, подтвержденного актами, участия в каких-то проектах во время обучения в аспирантуре, которые у меня были. Ну и получилось, что этого оказалось достаточно, несмотря на то, что я подавал документы после первого года обучения, потому что обычно это происходит после двух лет обучения в аспирантуре, всего оно составляет три года. Поскольку я начал эту работу еще будучи студентом, продолжал в магистратуре, у меня получилось достаточно материала, чтобы после первого года обучения поучаствовать в этом конкурсе и получил в результате эту стипендию. То есть я правильно поняла, что ваши технологии уже используются в сельском хозяйстве в Беларуси? На тех фермах, где мы работали, конечно, они уже внедрены, используются. Конечно, хотелось бы еще более широкое внедрение получить, но мы над этим работаем и сейчас, и я думаю, мы продолжим работать более интенсивно в плане внедрения в реальное производство, массовое внедрение. После того, как защититься диссертацией, будет больше какого-то свободного времени этим заняться. Да, пожалуйста. В целом, получается, что ваша технология, благодаря вашим вот этим вот разработкам, технологиям, увеличивается скорость быстрее доения, качество молока, я так поняла, увеличивается, потому что корова чувствует себя счастливой. Да, но тут это очень... А меня еще интересует продуктивность. Продуктивность, да, именно. В первую очередь увеличивается скорость доения и продуктивность. Качество молока мы отслеживаем, это может быть где-то лучше, где-то может существенных изменений не быть, но главное, конечно, это продуктивность, и продуктивность увеличивается именно благодаря увеличенной скорости доения. И насколько вообще вот нашей стране, по вашему оценку, внедрены вот эти вот самые высокие технологии, скажем так, в области животноводства? Насколько они применяются? Мы идем в ногу со современным миром, с остальными странами или нам еще? Мы опережаем большую часть мира, я бы сказал, поскольку пару лет назад закончилась одна из самых масштабных в мире модернизации сельского хозяйства. У нас были огромные инвестиции государственные в животноводство главным образом, строительство новых комплексов модернизации уже старых. То есть 70%, даже более 70% скота в республике содержится и доится на современном, содержится на больших современных комплексах и доится современным оборудованием, которое уже имеет возможности адаптации этих параметров. То есть можно смело сказать, что наши коровки чуть счастливее, чем все остальные, чуть счастливее. И на самом деле наше молоко действительно очень вкусно. Хорошее, очень ценится наша молочная продукция. Любой, который когда-то ездил за границей, он понимает, что наше молочко это то, почему ты всегда скучаешь. Да, конечно. Некоторые переживают по поводу натуральности нашего продукта. У нас такое количество молока производится в республике, которое позволяет круглый год производить продукцию именно из цельного молока. Поэтому в этом можно быть уверенным. Огромное количество ферм. Чаще вы, конечно, время проводите в лабораториях по разработке, но насколько часто вы выезжаете непосредственно к тем, тем, кто получает продукты вашей разработки, к работникам ферм, коровкам. Основная, в принципе, работа по внедрению, она и проходит на фермах. Мы стараемся это делать как можно чаще, но дело в том, что если у нас какой-то период по проведению экспериментов, опытов мы ездим раз в неделю или несколько раз в неделю на эту ферму, потому что мы корректируем параметры, берем данные для анализа, для расчета каких-то полученных результатов уже и получения какой-то статистики. Если это какой-то период, когда мы занимаемся написанием больше статей, например, летний, поскольку мы в основном свои опыты проводим зимой, на более стабильном кормовом фоне, ну, это может быть реже. Хотя даже если мы не проводим эксперименты, мы стараемся все равно приезжать на производство или даже просто какую-то консультационную помощь оказать, или по какому-то другому вопросу, просто для общения, чтобы быть в курсе вообще той технологии, которая происходит на фермах, особенно на тех, на которых мы работаем, проводим опыты. То есть мы стараемся постоянно поддерживать связь. И даже если когда-то не получается приехать, если мы сконцентрированы на написании статей, на уже оформлении этих результатов, то хотя бы на уровне телефонного звонка, конечно, стараемся эту связь держать. Ну, Гирилл, сейчас, получается, вы закончили учебу, причем ваше достижение, я так понимаю, признано самым высочайшим. Нет, я еще не закончил, еще остался год учебы в аспирантуре. Но я завершил экспериментальную часть, поэтому сейчас буду сосредотачиваться именно на оформлении каких-то результатов. Уже в статьи, в саму диссертацию подготовлена и находится в печати у нас монография. Планируете дальше развиваться в работе именно такого ученого? Да. Кем вы себя видите? Хотелось бы продолжить работу, и в том числе научную, и экспериментальную. Есть новые идеи. После каких-то формальных мероприятий, после завершения учебы, конечно, хотелось бы продолжить именно экспериментальную часть. Есть наработки на кафедре, в том числе и мои. Ну и, возможно, в будущем продолжить обучение. Есть возможность у нас в университете и обучение в докторантуре. Об этом пока еще можно только мечтать. Но я думаю, что все впереди у вас уже очень хорошие достижения. Но такие жесткие мысли есть, да. Насколько я понял, университет очень хорошо вас поддерживает во всех ваших начинаниях. Да, конечно. В принципе, инициатива поддерживается, конечно, тем более в науке. И в рамках каких-то бытовых даже вопросов. И в том числе помощь в издании монографии. Но в дальнейшем вы бы хотели оставаться здесь или, может быть, вернуться в родной Молодечный? Нет, конечно, я уже привык к Гродно. Это один момент к Гроднинскому животноводству. Потому что на Гродничный оно имеет традиционно очень высокую культуру. Конечно, хотелось бы развиваться в стенах родного университета, своей альма-матер. Кирилл, я уверена, что у вас все получится. И действительно такие истории вдохновляют. Вы большой молодец. Спасибо большое. Прямо вот веришь в светлое будущее нашей страны, когда смотришь вот на таких людей. Я присоединяюсь с вами, Даша, на самом деле. Мы желаем вам только успехов, чтобы все у вас получалось. И ваши мечты, может быть, слегка еще легкая неуверенность насчет докторантура. Я уверен, что в душе вы уверены, что вы туда пойдете, вы ее закончите, и у вас все будет хорошо. Потому что уже достижения ваши говорят о новом. Приходите к нам в гости рассказывать о новых достижениях.